привет сергей коростелев сегодня на нашем канале бизнес по честному тема тема которая будет я думаю комментироваться которая будет обсуждаться это десятина та-да-да-дам-да-дам одно проклятие или благословений вот так будет называться сегодняшняя проповедь и я не знаю знаете ли уж такое десятина или нет в простоте это десятая часть от ваших доходов и есть много разных поверий очень разных мнений очень разных взглядов на десятину есть ключевые кардинальные слова которые написаны в малахии и мы с вами сегодня не будем рассуждать хотя вы в комментариях конечно можете да но я сегодня не буду рассуждать о том от бога десятина или не от бога утилизирована ли она в новом завете или не утилизирована я не демагог то есть я по своей жизни практик я бизнесмен предприниматель служитель многодетный отец и даже в семье видно по моим детям что я тоже практикую больше нежели чем разговариваю поэтому мы сегодня с вами будем говорить про конкретные вещи про конкретные факты без всякой воды и заглянем с вами в малахию вы можете открыть библию это малахия 3 глава и прочитаем эти страшные ужасные слова которые многим не нравятся с 8 стиха по 12 и найдем там для себя множество ответов я думаю и так можно ли человеку обкрадывать бога вообще в принципе давайте вот на эту тему рассуждаем так называется можно ли человеку обкрадывать бога я думаю что человеку вообще никого обкрадывать нельзя это ежу понятно я думаю даже сейчас если какой-то еж бы смотрел наше сегодняшнее служение он бы то сказал ты-да-да-дам все понятно бога обкрадывать нельзя он а вы обкрадываете меня скажете чем обкрадываем тебя смысле как мы можем обкрадывать бога бога великого всемогущего который создал небо и землю да и вообще к богу в карман же не залезешь как можно бога об окрасть и дальше он отвечает десятину и приношениями то есть можно ли обкрадывать бога это вы меня обкрадываете как вы меня обкрадывать десятину и приношениями то есть подожди в смысле мы воры что ли ну вот давайте разберемся и дальше начинаются эти слова проклятьем вы проклятые проклятьем вы проклятые потому что вы весь народ то есть он говорит подождение только ты который смотришь сейчас возможно этот экран или я там в свое время да когда я проводил эксперименты со своей десятину и да даже уже в будучи верующим человеком он говорит весь народ обкрадываете меня весь народ то есть все люди обкрадывают не дальше будет принесите все десятины и и куда в дом хранилища чтобы в доме моем была пища и хотя в этом испытайте меня говорит господь саваоф и пока вот мы остановимся друзья и многие священники служители пасторы они используют это местописание для того чтобы зашугивать людей и для того чтобы манипулировать людьми и заставлять их с помощью пасов таких ну как бы некоторых этого местописания говоря людям если ты не будешь платить десятину бог проклянет тебя ты будешь нищим и бедным и больным и сколько раз я слышал это послание с разных трибун кафедр так далее когда людям просто нагоняя религиозный страх и религиозный ужас рассказывали про то что бог их проклянет и вообще все их проклянут и так далее не дай бог они ошибутся хоть на копеечку хоть или не все принесут и есть еще одно местописание помните уже из нового завета когда семейная пара продала свой дом да и принесла к ногам апостолов и утаили и тут же они все умерли и вот так вот людей шугают в церквях шугает шугает и люди такие под трепетом ужаса благоговейного страха несут деньги в церковь там к ногам уже не апостолов до к ногам тех или иных служителей и если вы спросите меня до вернули слово божье и правильно но конечно что ветхом завете что в новом завете я говорю я даже не хочу обсуждать сейчас тему от бога десятина или не от бога утилизирована она ли не утилизирована новым заветом я могу сказать что я в этом местописании друзья вообще не вижу ни слова про проклятие ну не то чтобы я закрыл глаза да я вижу и читаю проклятием вы прокляты но я понимаете не хочу делать что-либо жертвовать отдавать служить из-за того что я буду бояться то есть я не хочу платить десятину из-за страха давайте еще раз я не хочу из не изменять жене из-за того что я боюсь наказания то есть я хочу не изменять жене из-за того что я хочу ее любить я и не изменяю потому что я ее люблю и для меня на единственное неповторимое понимаете о чем я я хочу служить богу и боюсь не служить ему не потому что на меня я призванный служители на меня упадут все мешки с неба набитые камнями и полетят молнии там да и я буду проклят и если я не буду служить нет я хочу служить только потому что я знаю разницу если мы дальше будем читать ту же самую малахит написанный бог покажет разницу между служащим и с не служащим я знаю что я хочу служить из-за того что я люблю бога и люблю людей то есть из-за того что у меня внутренняя мотивация такая то же самое с десятиной я не хочу платить десятину потому что я боюсь этого проклятия то есть смотрите его дальше что десятина это благословение божье когда я отдаю десятину еще хотите один инсайт вот или откровение да по нашему по-христиански смотрите я однажды задумался вот серёг ты когда отдал первую десятиду я понял что я прежде чем отдать десятину получил сто процентов ну то есть началось то с того что у меня появились первые деньги даже не произошло так что я отдал десятину и потом у меня стали появляться финансы нет наоборот сначала бог мне дал эти финансы я их там заработал там бизнесом занимался там или там на работе работал первые мои десятины вообще были там триста пятьсот рублей потому что я работал дворником у меня зарплата была пять тысяч то есть я там отделял пятьсот рублей как бы да и жил там на четыре с половиной тысячи то есть я отдаю десятину не тогда когда я хочу что-то получить я уже получил сто процентов я отдаю десятину оставляя себе 90 хотя все 100 по факту принадлежат богу и так вот здесь мы дальше читаем ох напишите в комментариях кто вообще понимает прелести десятины кто вообще понимает что десятина это прекрасно вот это прекрасно и здесь смотрите что написано не открою ли я для вас отверстие небесно не залью ли на вас благословение до избытка я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих говорит господь саваоф тот же самый который еще недавно говорил про проклятие и блаженными называть будут вас все народы потому что вы будете землей вожделенной говорит господь саваоф и всегда смотрите господь говорит я предлагаю тебе благословение и проклятие смерть и жизнь выбери жизнь то есть бог он не делает из нас послушных рабов он нам всегда дает свободу выбора можешь ли ты не платить десятину и сейчас сидит какой-то хмурый пастор перед экраном и говорит да я же и говорил что сергей коростелев эритик можешь не платить можешь не платить и бог тебя все равно будет любить все равно будет тебя знать как бы да и все равно тебя даже возможно спасет а возможно не спасет ты исповедуешь его господа если ты приведешь свою жизнь да все равно тебя будет любить и дальше как бы да но если ты хочешь выбрать благословение то тебе лучше выбрать путь десятины и здесь смотрите друзья не только какие-то сакральные истории не только какие-то стимуляции а просто вы заметили что часто в свое ну как бы своих лекциях о боге да в своих вот проповедях я говорю о простом выборе человека о том зачем мне это нужно я для себя понял что за десяти на мне очень даже нужно она просто инструмент невероятный инструмент для того чтобы в моей жизни происходили чудеса поэтому выбирая не платить десятину и платить десятину я вижу что если я не буду платить я получу ну как бы некий минус некую некая история я не знаю как бы верить его там в проклятие или не верите я все-таки верю да что господь он забрал все проклятие которое только есть на кресте да на свое древо поэтому я знаю что даже если я не буду платить десятину богу не начнет меня проклинать постоянно знаете не я не засохну то есть вот но я знаю что если я буду отдавать десятину и буду платить я знаю что в моей жизни произойдет как минимум шесть благословений как минимум шесть благословений и так первое благословение открытые небеса и когда я слышу о десятой части которые люди думают или не думают жертвовать на храм и при этом многие отдают боясь отдают боясь проклятие кары небесные тогда я в очередной раз понимаю что люди не читают библию в 10 не есть шесть благословений а они одно проклятие давайте еще раз в 10 не есть 6 благословений а не одно проклятие и поэтому первое то открытое небеса что значит открытые небеса это значит что мы можем напрямую просто вот имея как бы откровение десятины можем напрямую обращаться к богу и не запариваться о том закрыта небо или не закрыта знаете как в лестнице якова ангелы спускаются пускай то есть когда мы начинаем становиться верны в десятине то небеса открываются а когда небеса открыты происходит второе изливание благословения то есть смотрите то что будет связано на небе развязано на небе то будет связано и развязано на земле то что будет на земле то и на небе то есть у нас появляется как бы возможность открытых небес и возможность изливания благословения в нашу жизнь другими словами когда мы верны в десятине когда мы жертвуем да и отдаем десятину наше приношение то бог он благословляет нас благословляет ли бог всех людей конечно благословляет, но Бог, он особенно образом благословляет тех, кто верны ему. И Бог показывает разницу между служащим и неслужащим. Потому что, когда мы становимся верны в служении десятиной именно, то мы становимся собственностью Бога. Об этом ниже будет написано, да, в Малахии. И Бог, он всегда заступается за свою собственность. И здесь дальше как раз третий об этом говорит. Это запрет пожирающим. Знаете, я вот занимаюсь бизнесом. У меня есть конкуренты, у меня есть стейкхолдеры, да, это как бы какие-то силы внешние, которые постоянно атакуют. Есть налоговая, есть там еще какие-то факторы. И если ты так посмотришь, то все постоянно хотят от тебя денег. Различные контролирующие органы там и так далее, да. И сотрудники какие-то, да. Какие-то дыры в бизнесе. То есть есть очень большая такая угроза как бы, да, нашему делу, нашему бизнесу, нашему кошельку. И это касается всего, всех наших финансов, да. И есть такая тема, то есть, что, ну, как бы их как будто кто-то пожирает. Напишите в комментариях, у кого такое есть. Ну, то есть ты смотришь, у тебя как дырявый кошелек, да. Вроде у тебя и деньги есть, но денег нет. Вроде у тебя и какой-то заработок есть, тебе постоянно не хватает. Вот я уже 15 лет живу как бы, да, там, с Богом, вот, нахожусь в служении. И я вам так скажу, да, что я нисколько сейчас не хвастаюсь своими какими-то стяжениями, что я супер бизнесмен. Даже в минуты какие-то тяжелые в бизнесе где-то у меня никогда не было такого, чтобы я там просил как бы денег на хлеб, к примеру, или у меня был пустой кошелек. Все ровно потому, что я знаю, что Господь, Он запрещает пожирающим. Поэтому, если я лично жертвую десятиру, лично, да, с своего дохода и так далее, Господь, Он благословляет мои личные финансы. И Он запрещает пожирающим съедать мои деньги. Есть одна интересная история. Однажды ехал один служитель, да, это было в Америке. Вот, и он ехал, да, и остановился у одного из верующего человека. И этот верующий человек был хлопковый магнат. Ну, то есть хлопок он производил. И этому верующему человеку ночью приснился сон. А у него деньги лежали в банке у этого верующего, да, который хлопок производил. Но не в банке там сбери, да, как у нас, к примеру, да. А в реальной банке. Ну, то есть он просто доллары накапливал, да. Это было еще середина двадцатого века, по-моему, дали. Начало двадцатого века. И он в банках деньги хранил. Ну, то есть он туда забивал, забивал, забивал купюры. И Бог ему приснил, сказал, чтобы он отдал банку денег, ну, которые он накопил этому божьему человеку, который он, вот этот миссионер, проповедник у него остановился переночевать. И он проснулся в холодном поту, да, вот, подумал, может, приключилось, ну, Бог побуждал его дальше сделать. И он пошел, отдал ему эту банку, и божий человек вышел и помолился вот такой молитвой. Он говорит, там, благословляю твои поля, благословляю то, и он говорит, и запрещаю пожирающим. И представляете, что произошло? В этот год произошло нашествие какого-то, какой-то личинки или какого-то жука, который сожрал вообще весь хлопок в округе. И есть даже статьи в газетах, где люди, как бы, да, фотографировали все вот эти клещи, они остановились вокруг участка вот этого хлопкового магната и туда не смогли зайти. Представляете? Они сожрали всех хлопок у всех соседей во всем этом штате, а у него был дикий урожай хлопка. И он просто невероятно разбогател просто за один сезон. Ровно потому, что ни у кого не было хлопка, хлопок был только у него. То есть на его плантации не смогли зайти жуки. Пожирающие не смогли зайти в его бизнес. И вот это дает десятина. Следующее. Лоза не лишится плодов. Что это значит? Это значит, что бывает мы делаем, 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 да, и у нас уже вроде все выросло, у нас вроде все произошло, да, но дальше у нас раз и засох урожай, раз как бы не купили продукцию, которую мы заказали, да, раз там не не воспользовались нашими услугами. И у нас вроде уже должен быть плод, но на лозе на наши плода нет. И вот здесь, да, Бог говорит, что не лишится, не лишится ваш бизнес, ваше дело плодов. Следующее. Блаженными будут называть вас. То есть вы станете счастливыми и успешными. Кто такие блаженные? Блаженные это не те, которые у ли у бабули, да, бегают как бы такие, да, и так далее. Блаженные в Библии это в крайней степени счастливые люди. Кто из вас в крайней степени счастливый человек? Напишите в комментариях. То есть в крайней степени счастливый человек, это который невероятно счастлив, неименуемо счастлив. Вот если такие люди есть, то скорее всего, как бы вы уже давно верны, в том числе и об десятины. И дальше вы станете землей вожделенной. То есть что это значит? Это значит, что ваши продукты будут начать хотеть, ваши услуги будут начать хотеть, у вас будут классные клиенты, а вас будут мечтать приобрести там какие-то ваши товары, ваши услуги, да, ваши компетенции. То есть вы будете вожделенной землей. То есть люди будут хотеть встречаться с вами. Я это очень часто вижу в своей жизни. Ну то есть вот к примеру, да, там я занимаюсь, один из бизнесов у меня это обучение, да, ну то есть мы занимаемся обучением. Это больше, конечно, такой социальный, общественный бизнес, да. Но я очень часто, мне пишут люди, говорят, можно с вами встретиться там. Некоторые втрепет и пишут. Я думаю, ну как бы я на себя смотрю, думаю, ну что такого, ну Сергей и Сергей, да. Но это делает Бог. Ну то есть Бог, он делает так, что ты становишься вожделенным. То есть ты становишься притягательным для людей. Ты и твой бизнес. Понимаете? Это происходит сакрально. То есть смотрите, десятина, это сакральный инструмент. Вот есть бизнес-инструменты там. Настроил рекламу, у тебя появились клиенты, да. Сделал там какое-то действие, связанную организацией, да, у тебя увеличились доходы. А есть не только естественный, есть сверхъестественный способ, есть сакральный способ. И это десятины и приношения. То есть это когда мы в духовном мире совершаем какое-то действие с помощью своих денег и с помощью своей благодарности Богу. Потому что десятина это шесть благословений, друзья. Итак, для меня десятина не является вообще жертвой, которую нужно оторвать от самого себя. Ведь десятина, повторюсь, отдается с того, что уже дал вам Творец. Ведь так? То есть мы отдаем уже с того, что он нам дал. И дальше, да, мы должны себя просто дисциплинировать. Потому что смотрите, что такое десятина? Десятина-дисциплина. И порядок в финансах, он начинается как раз с того, что мы начинаем уделять десятину Богу. И еще я вам дам один, конечно же, не оставлю вас без не только сакрального, но и без еще практического инструмента, такого как десятина самому себе. Если вы хотите начинать какие-то инвестиции или какие-то накопления, научитесь, дисциплинируйтесь отдавать десятину Богу в церковь, отдавать десятину самому себе. Откладывайте. Я помню, как я просто начал бизнес на десятину самому себе. Один из своих бизнесов, химчистка мебели, я начал с того, что я, знаете, вот открытые небеса, это как раз об этом, да, я начал откладывать десятину Богу. Услышал такое же где-то проповедь, какую я сегодня проповедую. Это ж не я придумал, да, сегодняшнее, да, это давно уже в Малахии написано там за 400 лет еще до пришествия Иисуса Христа. Я где-то услышал, что, о, можно жертвовать десятину самому себе. Тогда десятина у меня была 700-800 рублей, то есть я работал там дворником, да, и плюс у меня уже был какой-то бизнес там по очистке подушки, я чуть-чуть зарабатывал, и там, ну, тысяча, может, у меня была десятина, то есть там, ну, может, какой-то месяц-полторы. Я начал откладывать, да, то есть я вот в церковь десятину, Богу десятину, да, и себе десятину. Все, копил, 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 и у меня накопилось 13100. Я прям как сейчас помню, ну, то есть, ну, не знаю, может, за полгода я накопил, может, там, за это. Ну, то есть, представляете, сейчас я когда думаю, я думаю, да, надо же так, да, ну, то есть, ну, просто, я же не буду, да, там, чтобы вы знали мои десятины сейчас, да, там, ну, это совершенно, как бы, там, другие космические деньги, то есть тогда просто я там 13100 накопить, это там нужно было долгое время, да. Может быть, у вас сейчас то же самое, да, и вам не хватает финансов. Научитесь, дисциплинируйте себя, научитесь откладывать самому себе. Это должен быть НЗ неприкосновенный. Может быть, это будет на отпуск или еще куда-то. Я помню, как я приехал на автомойку мыть машину и услышал разговор двух ребят, которые стояли возле, мыли мою машину и разговаривали. Я сидел, там такая была автомойка дешевенькая, да, и там даже зоны отдыха не было, то есть тебе машину моют, а ты прям там на диване сидишь, вот, и слушаешь разговоры мойщиков. И Бог так сделал, да, открытые небеса, да, то есть когда небеса открыты, то есть ты можешь слышать разные сигналы, которые дает тебе Господь, да. Кто-то, кстати, верит, что это делает Вселенная, да, я не верю, что это делает Вселенная, я знаю, что это Бог открывает небеса для того, чтобы я получил благословение в свою жизнь. Он разливает это, и Бог часто очень делает это через людей. И они моют машину, и у них такой диалог между собой, один другому говорит, прикинь, там, я, в общем, сегодня полторашку заработал, вот полторы тысячи заработал. Тот такой, да ладно, а как? Ну тогда это, ну, полторашка, да, представляете, там, ну, маленько другие цены были, там, не знаю, 2011 год, наверное, там, 13 лет назад. И я такой, когда услышал это, я такой, ну, встал с дивана, короче, и к ним такой поближе, ну, как бы, думаю, нормальная какая-то ценная информация, полторашечку, как он там, говорит, да я, говорит, просто, говорит, за 40 минут полторы тысячи заработал. Тот такой, как, как? Когда он сказал за 40, я уже с ними рядом стоял и машину свою протирал, как бы, да, вот как будто я тоже мощник, вот, но они как-то на меня внимания не обращали, вот, ну, как бы, разговаривают между собой, в общем, я ухо кинул. И один такой, говорит, я, говорит, сегодня, прикинь, говорит, поехал к одной тетке, говорит, там, ну, она там, говорит, меня заказала, как бы, я, говорит, ей почистил диван, говорит, и кресло, и она мне, говорит, полторашку заплатила. Я такой, да ладно, короче. И тут я уже вмешиваюсь, разговор такой, говорю, о, прикольно, говорю, а как ты, чем почистил? Он говорит, да, вот этим пылесосом. И у них стоит, ну, вот этот пылесос Керхер, да, там, Пузе 8 Дрепантин, как потом я узнал, или Пуцци, его еще, если по-немецки называют. И вот еще тогда не было у меня даже телефона с камерой, да, чтобы вы понимали, у меня была такая раскладушка, это, Моторола серенькая такая, маленькая, да, все, я там приходилось двумя пальчиками держать. Я на глаз просто сфотографировал этот пылесос, там, чик, чик, там, знаете, приехал домой еще, даже, ну, еще, это было тогда, когда Авито не было, ну, просто, чтобы вы понимали, да, то есть, по-моему, что она только начиналась, там, не помню, что такая платформа была ОЛХ, вот, и потом, ну, в Казахстане, она, кстати, до сих пор есть, да, там, в Узбекистане, по-моему, сейчас потом ее в России Авито купила, и я, помню, нашел на Авито этот пылесос, и как вы думаете, сколько он стоил? Он стоил 11800, бэушный пылесос. И я помню, просто взял все вот эти свои накопления, поехал, купил, как бы, этот пылесос, он был вообще почти новый. Тут же я подал какие-то объявления на том же самом ОЛХ или Авито, или еще где-то, и мне на утро поступил звонок, и я поехал и заработал за меньше, чем за час свои первые, там, две или полторы тысячи. И я человек, который работал дворником, да, там, за 5000 рублей, понимаете, подметал улицу каждый день возле магазина секс-шопа, да, мне приходилось закрывать глаза, так как я был верующий, то есть мне приходилось подметать, там, эту территорию в центре города. За 5000 рублей потом мне подняли до 7 зарплату, и тут я просто за 40 минут зарабатываю полторы тысячи, там, или две тысячи. И я такой думаю, вот оно, благословение Божье, вот оно излилось. Почему это произошло? Потому что я себя дисциплинировал какое-то время. Я верю, что из-за дисциплины, да, финансовой в том числе, дисциплина, мать, порядка, порядок, отец, денег. И сейчас, представляете, друзья, я управляю крупнейшей компанией в СНГ по химчистке. У нас больше, там, 70 филиалов, а наоткрывал я сотни этих компаний уже всяких разных. У меня есть, там, другая компания, только таких свидетельств в гора. То есть почему это происходит? Это происходит ровно потому, что я принимаю решение не в сторону проклятия, а в сторону благословения. И проверяю этим Бога. Он говорит, хотя бы этим испытайте меня. Может быть, вы еще не глубоко, ну, как бы, верующий человек, и не поняли всех вот этих прекрасных вещей, которые я, к примеру, знаю, да, прочитав книжку под названием «Библия». Но вы можете просто взять и начать в финансах, в финансах начать испытывать Бога. Все просто. Вы находите церковь, да, вот, где есть десятины. Приходите, берете десятину. Первый месяц, второй месяц, третий. Но делаете это не ради корысти, не ради выгоды только, а от чистого сердца. Потому что доброходно дающего любит Бог. Из благодарности, как я сказал. И все. И вы начинаете видеть открытые небеса. Вы начинаете видеть излитие благословения. Вы начинаете видеть запреты пожирающим. И вы начнете видеть, как вы начнете процветать. С вами был Сергей Коростелев. Поделись этим видео с тем, кто учит постоянно о десятине, рассказывает, что она проклята, либо наоборот, что она отсутствует, ее уже телевизировали. И просто попробуй, просто попробуй с сегодняшнего дня начать откладывать деньги Богу и себе с Богом. Еще у нас есть классный, замечательный, мощный проект «Охотники за мечтами». Это благотворительный проект, который мы делаем командой. Это тоже наше служение. Мы берем детей с многодетных семей, с одиноких, с особенностями развития. То есть это аутисты, инвалиды или просто талантливые дети. И мы также им раздаем удочки. То есть мы им не просто финансово помогаем, мы им даем возможность развить свой дар и талант в долгую. К примеру, научиться петь, научиться играть на скрипке, стать спортсменом. То есть мы помогаем в длительную, в долгую этой семье, этому ребенку. И через это мы им проповедуем Евангелие, как всегда, делами. Здесь будет информация об этом служении. Вы также можете найти ссылку или сделать себе, да, с телефона, навести камеру на скриншот и сделать добровольное пожертвование. То есть все эти деньги, они в прозрачную уделяются на благотворительность. И если это есть в вашем сердце, и вы хотите стать одним из этих миллионеров в будущем, или, возможно, уже вы сейчас, да, филантропов, то добро пожаловать. С вами был Сергей Коростелев и проект «Бизнес по-честному». Помните, что честным быть выгодно. И да благословит вас Господь!